День кузнецов, которым приняли участие мастера из разных областей Армении, отпраздновали 21 июня в мемориальном комплексе Сардарапад. Праздник был приурочен к слету рода челингарянов-мамиконянов, который в Армении проводится уже третий год под девизом «Единый род – вечная нация, могучая Армения». В этот день из разных стран на слет приехали наследники рода челингарянов-мамиконянов. Род челингарянов является продолжением княжеской династии мамиконянов, известной потомственными полководцами, кузнецами, чеканщиками и оружейниками. Особое значение придается армянскому споропету Вартану-мамиконяну, князю, герою религиозно-национальной борьбы армян в V веке, который поднял народ на защиту христианской веры от гонений со стороны зороастрийских иранских сессонидов в Аварайской битве 26 мая 451 года. День кузнецов проводится в Сардарапате, поскольку именно здесь во время Сардарапатской битвы в 1918 году были использованы самодельные оружия армянских ремесленников, среди которых были и челингаряны-мамиконяны. Я полагаю, что кузнечное ремесло было основано в Армении. Об этом свидетельствуют первые образцы металлических предметов в Митзаморе. Оружейное дело в Армении решало вопросы безопасности. Без наших кузнецов армяне всегда проигрывали. Часто мы не верили в свои собственные силы. В разные периоды времени господствующие страны запрещали нам носить оружие, запрещали вообще оружейное дело среди армян, запрещали производить собственное оружие, опасаясь восстаний, свободного воли изъявления. Они боялись, что если сегодня армяне создадут собственное оружие, завтра они воссоздадут свое собственное независимое государство. Но армяне никогда не были агрессорами, и производство оружия всегда было необходимо им для собственной защиты. Сейчас радует, что оружейное ремесло у нас вновь возрождается, поскольку нация, которая не готова к самозащите, приговорена к смерти. Предки-продолжатели рода челингарянов Гагика Мартиросяна из Гюмри занимались кузнечным ремеслом с 1860 года. Ковки металла Гагик научился у своего деда и отца, которые в зависимости от требований времени изготовляли необходимые предметы, в том числе оружие. Я горжусь, что являюсь потомком кузнецов, которые приносили большую пользу своему народу. И я не представляю себя в другой работе. Здесь я творю, создаю, делаю полезное дело. И работа не кажется мне такой тяжелой. Мастер также рассказывает, что армянские кузнечные работы отличаются от работ других народов. По его словам, на работах армянских мастеров присутствуют кресты и особенно гранаты. Армянские мастера также известны изготовлением файтонов. «Мои предки занимались изготовлением оружия. Сейчас наследники рода челингаряна в нашей ветве больше специализируются в военном деле. Наверное, время диктует свое. Сегодня мы решили возродить наше оружейное искусство, наше ремесло. Это очень важно для нас, для всей страны, которая находится в такой сложной геополитической ситуации». На выставке были представлены образцы оружия, которые использовались и в Первой, и во Второй, и даже в Карабахской войне. Здесь есть самодельный пулемет «Максим», пулеметы «Дегтярева», самодельные ручные противотанковые гранатометы, патроны, снайперские ружья, пистолеты, а также некоторые образцы оружия, которые используются в армии и сейчас. «Во время Карабахской войны нам удалось создать такие виды оружия, которые не имели аналогов ни в Советском Союзе, ни даже в мире. В нашей коллекции есть дальнобойная снайперская винтовка собственного производства с калибром 12,7 мм. Этот вид винтовки – первый среди винтовок такого калибра. Эффективная дальность стрельбы – 1600 метров, однако мы использовали винтовку и до 2000 метров. Результат был превосходный. Кроме того, здесь представлены другие виды снайперских винтовок, которые, по своим техническим данным, превосходят СВД. Представлен также армянский автомат К-3, системы «Буллпап» с возможностью автоматического и полуавтоматического огня, а также огня из подствольного гранатомета. Впервые они были представлены в 1996 году. К-11 предусмотрен для ближнего боя, поскольку Армения – горная страна, были учтены особенности местности. Приспособление ПУС-7 для обучения гранатометчика в стрельбе из ручного противотанкового гранатомета в армянской армии было очень мало. Обучение стоило очень дорого. Россия отказалась предоставлять нам этот вид оружия, но в течение года мы смогли произвести его и пополнить оружейный запас армии, сильно сократив расходы на обучение гранатометчиков. А это ствол армянского производства. Существует легенда о том, что армянские стволы некачественные. Если кто-нибудь покажет мне деформированный ствол производства «Гарни Ляр», получит лично от меня пистолет со всеми его документами. Организаторы мероприятия отметили большое значение кузнечного дела в жизни страны, в частности для ее безопасности. Они решили внести предложение о признании 21 июня официальным праздником – Днем Кузнеца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова